ребятки всем привет всем привет всем хорошего дня доброго позитивного а я решила приготовить знаете что на кулинарке есть у меня как я делаю очень вкусную курицу она прям аж сливочная вот эта подливочка в закрепленке скину этот рецепт что я знаю уже когда что-то готовлю люди спрашивают рецепт очень вкусная вот и у нас знаете у нас такая погода просто ужасная что тут творится у нас там снег пошел кстати на улице холодно вчера сани бегали в магазин вечером на улице был дождь ветер просто ужасное состояние было слава богу все нормализовывается сейчас ребятки я быстро приготовлю и выйду сюда поля лякать поля лякать с вами ребятки всем уже доброе утро вот смотрите попрошайка попрошайка арти 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 александрович что что тебя только что кормили до этого кормили на улочку выгуливали что попрошайки не 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 жир спит ребятки сегодня утром ну зачем потом отложит где-нибудь длину и где-нибудь гуру пойдет на пеленку отложит личинку да правда правда не сделает он этого не сделает но это еще не значит что ты ему сейчас что-то дашься он сытый он сыграл творожок сырничек съел сырничек съел творожок съем таким голосом не говорят да на место наш это как вернись уходи ну вернись глазами нет нет и дорогушка нет у нас потеплело у нас в эти дни вообще да было холодно просто ночью саня гордо минусов доходило минус один до 0 минус один было вчера утром вообще срывался снег утром дождь снег ветер да ребятки вот знаете саня пошел гулял в институт ветеринарный магазин и зашел и женщина в магазине говорит ему надо одежку покупать это правда или это просто там скажу правду да как думаю или это разводят на то чтобы купили что-то в этом магазине или ему правда нужна одежда просто господи мы видели когда с одеждой там такие собаки не знаю знать как котята хотя и бывают большие собаки с одежды но я не знаю как это она собака одежда не зимой и зимой бегал пипить делал я не знаю говорят что у него шкурка тонкая и нет под этого подшерстка не сталкивались с этим не знаю ой слези даже за твоей вилкой вентилятор пропеллер не 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 сейчас давай сначала чуть-чуть поем тебе потом немножко дам сразу пойдем гулять это как получается погуляли поели опять погуляли саня у тебя голос знать какой тут и посмотри на него ты им восторгаешься они это место место все это нельзя тут и этом можешь подойти еще все нету никого собаками же как дрессирует или чё надо командным голосом это не за что я его не люблю витрина на улице сейчас еще более-менее нормально успокоилась вам надо строго постричься мы опять как два будула я сидит видите один раз горкнула все понимает а вот это вот разъем нельзя отойди я тебе не дам вот это сколько много слов да все нельзя значит нельзя иди к бабуле на место бабули на место иди иди на на место бабули к бабули к бабуле вот так надо я когда так кричу есть он сразу писится не надо ну у меня-то он не куда пришел к бабуле к бабуле быстро не попрошайничать к бабуле место место бабуле место бабуле а ну-ка бабуле быстро бабуле место место еще одна да ему что-то немножечко беда несчастный голодный он поел хорошо ну дали уже чуть-чуть он глядит да он очень глядит он этим пользуется не надо приучать его до потом постоянно бегу потом будет вечно седать 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 вот он поел и все он сытый вот он сейчас поезд и опять сядешь за то он опять будет попрошайничать ну какой ветер сильный что там место бабуле к бабуле голову опустил знает к бабуле место доброе утро мам мама отдыхает лежит вот так или же там вот так или же сейчас у нас будет уборка да 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 место он что-то разгрыз уже поэтому лишь бы спать спать есть животик погладь он сейчас перевернется сразу погладь погладь животик жирка жира вот из игры вот что вот что вот что жирка ребятки всем привет еще раз всем привет да наконец таки мы вышли в youtube просто было такое состояние знаете вообще не до съемок не не для чего вообще вообще не до съемок дети ходят школу все нормально все хорошо все мысли были снасти мы когда ездили помните мы до этого предпоследнее видео мы рассказывали что у нас произошло к нам написала в telegram чат наша подписчи подписчица настя которая смотрит нас уже четвертый год и сообщила о своей беде и конечно же мы не остались равнодушными не мы не прошли мимо этого горя до горя этой семьи и мы решили поехать мы поехали мы встретились мы увиделись познакомились очень хорошая семья порядочная семья прежде всего вот настя у нас живчик насти у нас оптимист многие поняли что это за болезнь мы например впервые столкнулись мы не знали об этой болезни вот и все эти дни сидели в интернете читали звонили также вот у нас telegram чат у нас огромная там семья которые люди не остаются в беде также огромная у нас семья вот это наш youtube канал спасибо огромное столько людей поддержала спасибо вот вам огромное человеческое спасибо знаете такой вопрос не вопрос вот вот такое было такой был комментарий что если помогаете надо помогать тихо я соглашусь вы знаете мы уже скоро будет два года как сами состоим в группе благотворительной мы нигде об этом не кричим мы нигде об этом не упоминаем даже наш рома участвовал пока был этого геогинской в этом во всем нигде не кичимся нигде не показываем не бьем себя в грудь какие мы молодцы мы это делаем тихо при этом есть человек который меня обвинял опять же это идет не буду говорить на какие темы но когда этот человек вступил в эту группу там были волосы депом и в этой группе администратор этой группы это депутат геогинского района гречка не на васильевна и люди которые участвуют в этой группе всегда отзываются о нас хорошо и спасибо огромное в этой группе нашей любимой войковой ирине николаевне это единственный фармацевт частный фармацевт единственной нашей станицы геогинской который помогает медикаментами финансово помогает единственный фармацевт еще у нас станицы геогинской есть аптека здоровья и все девочки которые работают в этом в этой аптеке они также помогают финансово вот что я хочу сказать мы нигде не говорим не упоминаем это знает только самый близкий круг нашей семьи но когда этот человек вступил в эту группу конечно же а б но мы не об этом все люди разные причем что человек когда вступил в эту группу сразу начал проявлять какие-то действия чтобы засветиться на youtube канале понимаете какие действия и помогать помогать помощник помощнику розе знаете бывает так что вот бабулечка пенсионер да на свою мизерную пенсию она придет и свяжет носочки купит пряжу и принесет связанными руками это это дорогого стоит а бывают люди которые имеют хорошие доходы хорошие заработки да и при этом помогать так лишь бы числиться в этой группе понимаете не медикаментами даже бутылочку перекиси водорода нет при том что есть возможность есть аптеки и имеет полную полный как вам объяснить имеет возможность медицинскую помочь да вот и да мы этим не кичимся не говорим мы знаем то что мы выполняем свое дело помощь далее когда был такой момент что мы съездили в больницу вот опять же таки наша подписчица у нее внучка лежала в больнице здесь в краснодаре мы не знали эту женщину мы познакомились в чате в телеграме и вот почему вот так вот мы просто когда ехали в краснодар мы набрали продуктов и завезли ребенку в больницу мы не показывали не девочку ничего ну вот пошли опять такие отзывы что если вы делаете хорошо делайте тихо и мы с этим полностью согласны хочешь сделать добро да делай его тихо и как как вот говорят не оскудей рука до дающего надо делать добро всегда я соглашусь с этим но и надо его делать тихо чтоб только бог знал как ты помогаешь в этой ситуации с насти я здесь мы не могли промолчать понимаете как вы видели где живет настя вы видели ее семью саша у нее работает вот эти две трубы стоят вот этим дымом где вот помнишь да саша работает там двое маленьких детей все документы вся документация она прилагатель телеграм-канале и понимаете там уже крик души что невозможно молчать и понимаете как меня упрекнули надо помогать тихо и вот мы сейчас произвели такую колоссальную поддержку помощь люди до сих пор пишут до сих пор звонят помогают финансово помогают молитвами помогает кто как может вы понимаете и вчера вот все эти дни мы думали господи где взять этот где взять это лекарство это лекарство его уже не производят в россии но есть аналоги но аналоги они не помогают насти какие-то подожди как на к как-то называть аналог он не помогает только вот это лекарство господи у меня мамины и от давления лекарства лара зипа да только лара зипа мать и его берет четвертиночку под язык он спасает от удушья и вот они живут поселок городского типа на солнце надольск там этого ничего нет там толком ничего нету понимаете и где взять даже врач напишет рецепт где взять это лекарство вот понимаете и без этого лекарства человек просто задохнется и мы думали как что вот телеграм-канале девочки очень много отзывается очень много с германией прям очень много очень много советами как что с америки с южной корее со всей россии со всего снг понимаете я говорю у меня морожен мурашки по коже насколько у нас сплоченный народ насколько объединила всех это история с насти и думали как же уже думали в турции заказать эти лекарства уже девочки город нас германии есть но строго по рецепту и прислать это лекарство невозможное за границей вы понимаете настолько она недорогое но его нету нету и вот вы представляете и так и сяд и думали как что и мы нашли вчера вчера есть в одной аптеке в москве это выпускает этот этот препарат московский эндокринный завод и наша подписчица мухи его мухи его она по рецепту взяла две упаковки вот этого лекарства вы представляете мы вчера плакали вот на самом деле плакали за то что это едет воздух это едет кислород к насти и вот скажите пожалуйста как можно быть таким хладнокровным холодным не и сказать нужно тихо помогать как вы представляете чтоб эта помощь была тихая как вы представляете мы спать не можем и я есть спать не могу мне все время это в голове как это 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 человек с каменным сердцем просто были еще люди в телеграм-канале говорили что перешлют на сейчас это знаменитым блогером который тоже помогает и вы представляете они попросили чтоб хотя бы в телеграм-чат скинули вот это а там сказали это платные условия при том что контент-канал создан на помощь людям какая-то интересна помощь какая это интересно вот там вот все направлено я не знаю как такие снимают контент и где помогает помогать это же все через сердце все же через себя пропускаешь это 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 невозможно это невозможно простому вот человеку который вник это и пытается помочь и вот так вот опять же таки все люди разные и если бы мы не кричали если бы мы не говорили это вы представляете что что могло бы в дальнейшем произойти когда уже у человека нет лекарств она уже не знает что делать и гурнать почему-то не обратилась раньше она ведь люб ты знаешь мы справлялись но вот у саша в сентябре была пупочная грыжа операция 15000 плюс анализы сдали на 5000 и потом он сидел на больничном и я уже не смогла вот поддерживать себя вот в этом специальном ли к этом питании уже вот так вот дай бог вот всем вам здоровья дай бог от вам чтобы никто не болели вы понимаете вот я гурнать от мы твои солнце мы твои лучики тепла мы тебе передаем все самое самое лучшее самое теплое всей душой мы с тобой нас очень много мы сила и эту ситуацию мы вот мы считаем и как многие большинство людей считают люба спасибо большое что осветила ознакомила нас насти познакомила многие люди через сердце вот это видео перенесли вы представляете наше состояние я эмоциональный человек когда я была и я была рядом с насти но мы сильные не сильные духом вот очень очень но мы эти дни тоже не сидели я созвать списалась центр три сестры мама у нас там лежала помните реабилитационный центр я написала я скинула настину выписку чтобы помогли сейчас ребятки чтобы помогли настя восстановиться потому что мы впервые с этим сталкиваемся мы не сталкивались с этой болезнью вот я скинула насти на заключение от невролога мне ответили любой добрый день это ответили вчера днем 1643 вот что ответил наш доктор диагнозом анастасии любая физическая активность может привести к ухудшению что мы неоднократно наблюдали у нас в клинике если бы она к нам приехала наши занятия были бы направлены на то чтобы адаптировать ее быт и обучить ее родственникам уходу если еще есть в этом вопрос так как пациентка более достаточно болеет достаточно давно возможно подбор терапии для снижения солевации работа с какими-то еще диагноз тягостными симптомами тем не менее на этой стадии заболевания правильнее всего обращаться к врачам пале активной помощи это мне ответила этот весь скрин этот скрин есть телеграм-канале вот и очень помогла женщина в телеграм-канале попросила документы на стены выписки все это перевели на немецкий язык и отправили в клинику в германии там проконсультироваться с врачами как быть вы знаете читала в одной статье что если вам сказали что эта болезнь можно вылечить это мошенники до сих пор нету на это лекарство до сих пор не изученная болезнь это болезнь вас погибает нейроны двигательные это болезнь центральной нервной системы ее изучить вылечить нельзя но ее можно приостановить приостановить вот я вы знаете тоже читала статье что когда человек начинает чувствовать знаете слабость что мышцы болят что-то плохо как-то вот что-то чего-то начинает думать что вы я наверное надо каких-то витамин попить или например сейчас осень или весна или вот погода да вот тянет все потом дальше начинать выходить вот эти вот побочные симптомы да вот ноги болеть ну человек идет на обследование как это произошло с нас они стали обследовать все полностью все внутренние органы голову все обследовали все чисто нигде ничего не болит нигде ничего не страдает и насти так как сидела долго в интернете читала и говорит поехали в москву и там обследуемся на болезнь вас вот они приехали 17 18 год и подтвердили эту болезнь и получается так что я не знаю насколько правда я читала это статье после того как человеку подтверждает этот диагноз вас у него уже в этот момент погибать 80 процентов двигательных живых вот этих нейронов то есть остается 20 20 процентами человек живет опять же таки кто сколько кто живет год кто живет 2 кто живет 3 но вот знаете дает надежду вот этот стивен ху болезнь хопкинса это вот этот ученый в 21 год поставили диагноз болезни вот этого баз он закончил калифорнийский университет и в 21 год ему диагностировали болезнь баз он прожил 76 лет в здравом уме он открыл вот эту эту теорию да как она черная дыра и вот при всем том что миллиардер богатейший человек да он эту болезнь не вылечил но он знал как ее правильно поддерживать узнал какую таблетку надо пить что какой вот это пале активная помощь дошла вот и самое главное внутри настроить себя жить рвение к жизни узнать у насти его не занимать она такая молодец она такая умница она сильнее нас всех взятых я говорю когда мы вниклись в это все вот всю в эту семью честно переосмыслили многое да и тяжело брать переключаться и снимать youtube как у нас же это собачка писит как нет кошечка прыгает там или например говорят мукбанги снимать крошка в глотку не лезет правда это надо все принять проглотить подумать взвесить сделать правильный выбор и вот так вот какой-нибудь золотой середины золотой середины найти да ну вот мы очень рады что в течение суток нашлось это лекарство и она сегодня поедет спасибо огромному хибочка спасибо дай бог здоровья соошеньки это ваши сестреночки всем всем всей вашей семье и дай бог здоровья всем нашим людям всем нашим людям я говорю народ у нас не черствует со всего мира и знаете что не делится народ на национальности на том где он живет со всего мира понимаете вот что я говорю вот пусть это будет всегда пусть это дружба между народами будет всегда а чертовых людей которые вот так вот говорят богом судья бог судья вот бог судья я считаю что нельзя проходить мимо такой беды и в такой ситуации нельзя тихо помогать потому что это тихо от тихо человек может уйти вообще а нужно услышать услышать среди такого огромного количества людей услышать и понять что во первых это не аферист на сегодняшний день много аферистов нужно понять что это на самом деле настоящий живой человек который просит помощи и здесь нельзя нельзя здесь тихо здесь нельзя тихо ситуация разного и да это знаете кто как кто-то говорит кто вообще пользуется знаете как вот есть опять же такие есть люди которые даже на youtube каналах например делают какую-то помощь да при этом скинул 100 рублей и за счет людей на счет пенсионеров пытается понимаете показать какие они хорошие какие они лучшие а неизвестно куда еще эти деньги идут это я вам говорю правду плюс видео наше которое было про настю мы изначально отключили всю монетизацию если кто-то думает что мы там пиаримся или что-то это на таком не делают контент не снимают не зарабатывают зарабатывают не зарабатывают и видео то есть другие страны будут которые посмотрели наше видео по монетизации нас отключили вот что еще хотела сказать на снасти мы общаемся общаемся с сашей и знаете что опять же таки от незнания когда я монтировала прошлое видео в конце видео я поставил номер карты там был и это счет оказывается это делать нельзя знаете многие хотели поделиться этой этим видео в одноклассники или в другие соцсети вот в одноклассники говорили девочки в телеграм и одноклассники не пропускает потому что там вот эти цифры стоят я откуда знала я впервые его с этим столкнулась вот был крик души хотелось чтобы помочь потому что многие не знают что есть комментарии многие у многих отключены комментарии понимаете вот люди видят это и вот хотелось так сделать я так сделала вот то есть что-то там нажиться навариться вы знаете я знаю как вести youtube канал я знаю мы его ведем с 18 года я знаю если бы хотела что-то навариться или сделать какой-то трэш контента поверьте видео бы снимались каждый день и да вот эту тему бы мы солили и делали бы на этом монтизировали деньги нет мы не такого склада люди если кто-то думает отписывайтесь пожалуйста от нас знаете не все можно купить за деньги знаете не все в нашем мире деньги есть еще человеческие качества которые должны быть и они есть они есть у наших у наших подписчиков по крайней мере вот и нельзя проходить я считаю знаете как вот это это все воздаться хорошие дела плохие дела они бог их все равно видит я знаете мы люди православные христиане но у нас нет такого вот скажу как есть у нас есть иконы но мы как вам мы как объяснить что там например если мы не ходим в церковь да бы я понимаю что это надо делать у нас знаете как вот у меня в душе главное в голове не делать плохо людям вот и все жить по совести и честно и знаете сколько таких людей мы знаем которые ходят я не буду эту тему поднимать эта тема уже давно закрыта просто объясню мы простые обычные люди да мы можем и орать и кричать и матюкаться и всякое у нас бывает но при этом оставаться людьми вот тут честно перед самим собой и пожалуйста то что мы делаем на нашем youtube канале это мы хотим мы хотим это делать мы хотим помочь и мы с вами огромная сила которые помогает насти правда вот сейчас ребятки я выключу там музыку маме включили в кино она смотрит там не знаю слышно нет сейчас ребятки краситься буду голова вся короче говоря ребятки видео не а нас но про то что мы не должны были пройти мимо этой семьи и мы будем дальше говорить что если вам интересно мы будем говорить как потому что у многих нет телеграм чата там идет постоянное общение он у нас тоже не монетизируется мы просто там общаемся люди кто понимают знают видят это вот если кому будет интересно мы обязательно будем говорить как как насти что у насти потому что дальше вот у нее чем декабре начинается лечение правильно вот с первом декабря на начинается лечение она такая счастливая назначится говорит любая тут последний 5 лет я не видела такого ко мне внимание такой теплоты и люди пишут люди звонят со всего мира я не видела этого вот последние 5 лет я его не видел понимаете какую и счастье радость и мы и мы гордимся мы гордимся что у нас такой народ что у нас такие подписчики добрые отзывчивые сплоченные знаете в жизни еще не все потеряно я вам клянусь и что значит больше всего со всех стран со всех стран поддерживают ребятки россия германия украина америка казахстан узбекистан молдавия италия я не буду это перечислять вас много и никто наши отношения не разрушит вы понимаете вот что как бы там где бы там чего бы не было мы обычный простой народ вот он обычный простой народ который может поддержать понимаете поддержать кто как может словом даже понимаете вот просто можно добрым словом это очень в наше время это очень это это бриллиант я не знаю это даже цельная бесценная прям вот чувство и дай бог вам всем здоровья дай бог вам всего самого хорошего и дай бог чтоб вам всем попадались добрые люди которые придут всегда к вам на помощь когда в трудную минуту будут с вами и в минуту когда вам будет хорошо это тоже очень важно вот вот такое вот у нас видео что еще хочу сказать целом в общем все идет хорошо хорошо все это хорошо и затем мы настроены и насть у нас настроена а и вот этот мужчина хопкинс да вот этот болезнь хопкинса да стивен стивен как он знать я потом напишу здесь вот он прожил до 76 лет он тебя поддерживал он себя поддерживал вот и самое главное у него был боевой дух настроена жизнь то же самое у нашей насти и мы даем надежду и она читает все комментарии она и вот распишет любочка я зашла сделали мне программу на youtube а как отвечать а там по тысяче комментариев вы представляете вот она вот будет это головушкой да вот вот так делать игру настика ты просто читай отдыхай это очень сложно это очень сложно она вот все читает она все видит и она передает всем огромное спасибо еще саша сказал что они сделают видео и я его я не знаю я я сюда тоже его добавлю то потому что у многих нет telegram я сюда добавлю видео и вот они сказали что как хоть насти хочет поблагодарить всех людей я бы присылай саш присылай а он же работает и вот шестом часа он приходит пока он придет у меня там тук 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 миллион сообщений у людей тюк тук 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 и все полезны и все нужны вот так что все будет хорошо на самом деле надо верить в это надо настроиться и все у нас получится мы будем настенька жить долго мы будем жить долго потому что отступать нельзя ни в коем случае и ты это знаешь прежде всего такое ощущение что знаете вот что настя нам говорит надо бороться вперед мы как на второй ступени да вот мы вот так чувствуем насколько это сильный сильный человек духом вот так что ребятки огромное вам спасибо дай бог вам всем здоровья и чтобы на вашем пути попадались такие же добрые отзывчивые люди да это правда несмотря ни на что да не вероисповедание мусульмане христиане иудеи буддисты кого-то всех вот объединяет знаете вот общее какое-то вот если у кого-то случилось не дай бог да беда сочувствие сочувствие то есть люди настолько вот сплотились мы конечно сами были в шоке того что насколько вот люди отзывчивые порядочные и словом и делом всем чем могли и молитвами молитвами в данной ситуации были просто на 1 волне со всеми нами сейчас выключу ладно ребятки мы закругляемся все начинаем здесь заниматься сейчас я думаю надо готовить вытащила куриную грудку и думаю сейчас сделаю может как мясо по-французски из куриной грудки я ее отмочила что я боюсь эти куры вот это вот замочила воде солью замочу солью замочил солью и сейчас что-то сделаю что-то приготовлю вот так что такие еще волосы покрашу вчера ходили в пятерых магнитом туда далеко ну который возле нас вот извиняюсь в окраску для волос надо краситься то что вся вам белая на всех фигня в жизни господи просто этих регулировщиков чего а у нас одно окно что-то там внизу как-то какая-то фигня он позвонил управляющая компания нас по гарантии там могут настроить это все сделать так что вот такие дела я так рада вот я так рада вот честно такое знаете сначала трясло все а потом такое успокоение что господи какая помощь идет какая помощь идет от людей спасибо вам огромное такое тепло вот такое тепло такой вот саше разговаривал он прям ваш у него на глазах слезы на глазах слезы яночка верочки игру я очка говорю подожди верочку с верочкой я заранее поговорила и познакомились я раскина и верочка будет дружить общаться и и верочка будет дружить общаться и вот они как присели там на ватсап на по видеосвязи общаются вот и и дай бог дай бог дай бог кто там все ребятки я буду закругляться потому что сейчас нам придут это там снизу окно что-то надо там покрутить повертеть все спасибо всем всем дай бог здоровья всего самого наилучшего спасибо вам огромное вот простые добрые люди спасибо вам огромное спасибо за помощь настя и еще когда мы скидывали видео все были вот эти номера карты все это было все насти и саша мы сюда не в коем случае не вмешивались и не вмешиваются нас финансовая часть вы знаете я очень боюсь чужих денег это господи очень боюсь и очень многие написали как отправить переводы с германии с америки из других стран саша сегодня открывает райфайзенбанк счет и в следующих видео как я не знаю я поставлю это кто захочет сделать помощь семье только все 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 вся помощь финансовая идет шла и будет идти только в эту семью только в эту семью вот другого там что-то там говорят люба ты там сделай что-то этого не будет я боюсь чужих денег ни в коем случае мы все это опять же таки обмазговали решили что к и сегодня саша муж насти ставрополе встречается с людьми ему открывает счет валютный куда смогут люди пересылать помощь все мы только единственное очень рады что мы находим везде какое-то решая вся ситуация решаемо решаемо только нужно время она не сразу и боженька нам дает боженька нам дает все это решить потому что столько людей молятся столько людей просят пожалуйста господи помоги да и столько людей знаете вот дают дельные на самом деле советы дельные и вот представляете вот так вот в этом телеграме чук тоненький и мозгу как что чего вот это бах и вот она приходит вот приходит ответ приходит ответ и слава богу за все спасибо господи что ты нам помогаешь помогаешь этой семье спасибо люди добрые спасибо огромное все мы будем закругляться сейчас придут они не в часа часа придут делать окошко на я уже следующем видео вам покажу какой там кирдык-пердык вот так что ребятки спасибо всем счастья здоровья мира чистого мирного неба над головой самое главное все у вас было хорошо у вас ваших близких у ваших детей от всего сердца от всей души а я пойду свою вот эту голову красть то что тут такой кирдык-пердык уже тут баба люба все ребятки всем спасибо всем пока всем огромное спасибо спасибо